здраво будьте люди добрые география конечно потрясающе как всегда международная ну что же начнем сегодня у нас вебинар с основным вопросом ко мне обоснованно отобранным из многочисленных прочих рабочей команды нашей академии по поводу последующих вопросов и те которые появятся на этом эфире я ниже скажу вот я понимаю что подобный выбор вопроса который сейчас я озвучу да поскольку подробный ответ на него ну занял бы у нас не один час поэтому постараюсь ответить и коротко и убедительно что как вы понимаете далеко не всегда возможно а звучит этот вопрос так откуда и из чего появилась инструкция по эксплуатации судьбы как родился концепт курса и какой путь прошел виталий владимирович чтобы прийти и сформировать все эти знания которыми он обладает ну те кто знают путь виталия владимировича понимают да что беседа могла бы быть многочасовой поэтому постараюсь такими с жирными мазками если появятся вопросы требующие прояснения обещаю на них ответить а начну я свой проясняющий ответ на этот вопрос вы знаете с того времени моей биографии когда у меня за спиной уже были два вуза музыкальная школа пяток спортивных секций служба в советской армии и на трех флотах военно-морского флота добрый десяток профессий специальностей среди которых инструктор по подводному плаванию там мастер производственного обучения буровой мастер автослесарь а да ну и наконец лектор всесоюзного общества знания кто постарше наверно помнит такое общество а годков не было уже лет и так 30 к тому времени когда я начал промышлять лекциями собирая большие аудитории в актовых залах учебных заведений промышленных предприятий дворцов и клубов культуры с лекциями по целому ряду тему утвержденных причем в их печатной форме мучным советом ну темы своих лекций я конечно же предлагал сам порой они казались даже не то чтобы оригинальными а мягко говоря экзотическими так например первым и пожалуй единственным стране я обосновал необходимость цикла лекций формате только для женщин кому интересно к слову гонорар за двухчасовую лекцию в советские времена варьировался от 5 до 10 рублей затем в моей жизни была журналистика в которой я прошел путь от корреспондента заводской многотиражки до научного редактора центрального журнала ссср но это как вы понимаете командировки по всей великой державе в составе всех ее 15 союзных республик ставших впоследствии независимыми государствами так вот главной темой вне зависимости от жанра моих публикаций и статуса изданий в которых я самозабвенно трудился были материалы оказывающие по факту их публикации ту или иную помощь людям ну а полномочия у советской прессе прессы как и эффективность любой публикации друзья мои были чрезвычайнейши результативными но вы понимаете да если это многотиражная газета то это орган там парткома завода если районная райкома партии если городская горкома если областная кома если центральная то цккпсс соответственно консультируясь по проблемным темам в связи с вопросами которые мне задавали люди самыми разными специалистами я изучал эти вопросы библиотеках изучал отбирал литературу и завел даже такой знаете целый редакционный шкаф а заглавил который не существующим а следовательно неведомым никому прежде словосочетанием вы не поверите школа выживания вот люди правда не могли даже выговорить с первого раза говорили школа выживаемости там ну потому что слово выжить у нас употреблялась контексте выжить из ума выжить там соседа из квартиры то вы тогда ну и подспудно и неумолимо рос мой интерес к обобщению самых важных именно для жизни знаний в одну такую общую образовательную систему я сам мечтал о такой школе жизни вот лично для себя думаю была бы такая школа ну еще бы чтобы обучение мне было не очень длинным но интенсивным посредством самых лучших и интересных преподавателей самых важных для жизни дисциплин поэтому как только это стало возможным в 1990 году я создал москве школу выживания безопасности vitalis ее название не только закрепляла авторство подобной образовательной инициативы ну vitalis vitalis сандарков но и в переводе с латыни vitalis означало жизни назвать же ее школы жизни я не решился подумав что это звучало бы слишком претензиозно в активе школы были такие дисциплины как биолокации информационная защита педагогика безопасность выживания в климатогеографических средах и в городе конечно же экстремальное управление автомобилем аварийной эвакуации с транспортных средств самооборона без оружия искусство стать и быть человеком или духовной конструкции современности конечно же практических много занятий там полигон экстремальных условий социальная защита юридической собороны так далее так далее так далее позже в школе появятся такие даже отдельные факультативы и курсы и даже секции ну как я вспомню я мужчина девочка девушка женщина жить не болея моя семья город рукопашный бой робинзон контрольная для рембо и так далее так далее да интересная подробность поскольку школа является образовательным заведением то при ее регистрации мне были заданы соответствующие вопросы мол уважаемый поскольку вы хотите зарегистрировать образовательную структуру поясните пожалуйста а кто и на каком основании будет мне преподавать ну ответ для начала я буду их конечно же развеселит а вы у нас педагог или мечтаете им стать вот таким незатейливым образом педагог ответил я предъявив диплом об окончании педагогического института и трудовую книжку с пусть небольшим но педагогическим стажем ну а затем взяв руки перечень предполагаемых дисциплин мы пошли по списку выясняя на каком основании по какому праву я намерен лично осуществлять преподавание столида различных дисциплин ну там в непосредственности приоритета по приоритетов например биолокация пожалуйста я действительно член ассоциации инженерной биолокации вот соответствующий сертификат а экстремальное управление автомобилем вот трудовая книжка трехлетний стаж водитель и испытатель а климатогеографический зон вот удостоверение действительно члена русского географического общества а информационная защита вот диплом журфака мгу и стаж работы по профессии а духовные конструкции современности вот членство международном центре духовно-нравственного возрождения ну а вот военный билет с указанием военных и армейских морских специальностей и навыков а вот публикации центральных и ведомственных сми а вот перечень моих лекционных тем и благодарности от трудовых коллективов ну и так далее и того подруга короче зарегистрировали помотавшись по разным арендуемым залом и классом вскоре мы воспользовались настоятельным приглашением одного друзья мои из лучших директоров педагогов ефима лазаревича рачевского и прочно стационарно обосновались на базе школы комплекса царица на 548 который он к счастью руководит и по сей день формате инновационной площадки набора дисциплин школы выживания уже мой заместитель и друг близкий андрей иванов даже создал программу и выпустил из этой школы профессиональный класс вернее профильный класс профессиональных исследователей ну интерес к деятельности школы был колоссальный они рассказывали буквально вот буквально все без исключения средства массовой информации в десятках если не больше печатных изданий появились рубрики школы выживания преподавателями школы к тому времени уже стали известные в стране специалисты и доселе неизвестные широкому кругу лучший профессионал уже через пару лет в расписании школы было около 60 дисциплин и факультативов а в стране более 50 филиалов школы выживания вышли эфиры cnn и abc интерес к школе стали проявлять и и ну скажем западные соседи забросавшие меня приглашениями даже о смене гражданства вскоре я стал президентом транснациональной ассоциации школ выживания открыл свой экспедиционно-тренинговый центр обитель нагов в камбодже кстати планирую открыть подобные российские центры на всех материках ну в качестве таких своеобразных российских народных посольств в том числе для объединения русских диаспор за рубежом ну а самое приятно полезное то что наработанный нашей школы прецедентный опыт и методологические активы послужили примером и толчком для введения уже во всех школах россии дисциплина основ безопасность жизнедеятельности я стал ведущим научным редактором энциклопедии безопасность для детей и наша школа помимо основной деятельности занялась также подготовкой и перепрофилированием учителей при поддержке учительской газеты и центров переподготовки специалистов а еще поскольку поиском и спасением помимо милиции конечно же занималась лишь играя псс такая единая государственная авиационно-поисково-спасательной службы страны ну занимался на основном поиском и спасением летчиков мы организовали первые спасательные добровольные отряды добровольческие обучали экипировали их как могли и выезжали вместо аварий катастроф стихийных бедствий о которых узнавали конечно же не из официальных источников или средств массовой информации ну как вы понимаете которые в то время замалчивали эти истории милиция на местах сначала было препятствовала нам но затем обнаружив квалификации наоборот всячески содействовала с привлечением военнослужащих местных вернизонов два примерно года я со всех доступных трибун вещала необходимости создания соответствующей государственной структуры по разрешению чрезвычайных ситуаций разрабатывал перечень квалификации спасателей там багаж необходимым их им навыков перечень оснащения структурное взаимодействие служб вот даже подробную разработку мне удалось с помощью депутата верховного совета причем женщины разложить на все кресла очередного заседания словом вскоре было создано мчс и первый год я читал лекции первым руководителем подразделения этой структуры уже в стенах одноименного министерства когда его возглавил сергей кжигетович шойгу тоже совсем вскоре он стал одним из самых эффективных и востребуемых министерств в стране параллельно школа во главе со мной стала членом федерации детских организаций россии возглавляемой андреем тюлюбаевым в это сложное катастрофическое для страны либерально-демократическое время когда рассыпались все детские лагеря дворцы пионеров творчество вожатые руководители детских кружков и секций становились мягко говоря невостребуемым федерация 72 территории уже только россии лихорадочно искала пути и способы сохранить для детей страны ну хоть что-то спасаем детство грустно шутили мы на одной из конференции в орленке пионерском лагере орленок я предложил от себя федеральную программу возрождения с девизом сберечь себя для россии и россию для себя программа была единодушно принято и мы все вместе стали реализовать различные формы по всей стране по мере сил и скудных возможностей на базе детских центров арте корленок океан готовили вожатых проводили профильные смены я вел рубрики газете пионерская правда и популярные телепрограммы кто помнит до 16 и старше ну вот те кто постарше вспомнят придуманные мной детские робинзонады и байкальскую кругосветку пермский треугольник 16-летний капитан в которых совокупно участвовали тысячи детей со всей россии потом я создал фонд русских экспедиций путешествий и совершив более 40 научно-исследовательских экспедиций буквально по всему миру внес профессию путешественник в кадастр мировых профессий сферой моих интересов и исследований прежде всего были колыбельные цивилизации и первобытные племена я побывал едва ли не в доброй сотне подобных сообществ жил конечно же не долгое время примерно в 30 из них да и открыл два первобытных племени не имеющих до меня контактов с другими людьми ну и в результате стал ведущим экспертом по племенным сообществам затем в купе там лет пять наверное были посвящены подробному практическому изучению основных религий по всему миру а впоследствии уже зоны профессиональной деятельности вынуждена стали не только неисрованные регионы и закрытые территории сообщества экстремальные среды их обитания но и зоны экологических катастроф военных действий социальных конфликтов религиозных противостояний ну и вряд ли кто-то еще захотел бы столь часто менять одеяния страну климат пищу часовые пояса эпохи и даже звезды имея весь вышеназванный опыт я наконец стал организовать и осуществлять экспедиционные проекты для людей желающих видеть не только фасадные виды на мир да и те сквозь стекла экскурсионных автобусов под заунывный речитатив экскурсовода мир настоящий мир в котором существуют реальные общечеловеские ценности и страдания и восторг и любовь и ненависть и ярость мир в котором счастье не содержит ну я бы сказал синтетических добавок вот такой мир каким его знаю я так появились путешествия с сундаковым подводные лодочные там автомобильные детские экстремальные этнографические и не только при использовании там привычных средств передвижения но и на слонах верблюдах яках лошадях собачьих упряжках и эта опция путешествуем с сундаковым пару раз год пока пока сохраняет свой формат и мы намерены его продолжить 15 назад параллельно прочим проектам все происходило параллельно друзьям иначе мне было бы там три сотни лет я начал создавать подмосковье известный многим славянский кремль сегодня здесь не только сидят за столом четыре поколения сундаковых но действует там ряд музеев проходят фестивали коллагодные праздники гуляния тематические лекции молодежные детские лагеря цивилизаторы лесная школа славянская дружина ну кто-то участвовал кто-то помнит а кто-то из вас ну и конечно многим известна моя исследовательская и образовательная деятельность по альтернативной истории мира по русской школе русского языка по древнеславянской традиции вот а теперь представьте друзья мои сколько человеческих судеб стали моими учителями я часто даже не предполагаю кто встанет не знаю там завтра моим проводником или экспертом собеседником или другом врагом или радушным хозяином воин или политик вождь или чиновник прицель принц или бандит монаха или кинозвезда царственной особой любовь священник колдун ученый вот мой дом тоже кто знает редко бывает без гостей и здесь можно встретить в течение даже там одного-двух дней и православного священнослужителя и буддийского лама тувинского шамана легендарного спортсмена популярного музыканта писателя художника космонавта я не знаю каскадер спасателя педантичного ученого бойца спецназа а то и целую делегацию бабушек школьников или студентов или ветеранов ну и наконец если я вас не сильно утомил более 15 лет я читаю по всем городам и весям и нашей страны и для русского зарубежья привет всем тем кто участвовал значит в этих встречах и сегодня с нами вот тот самый свой авторский курс инструкция по эксплуатации судьбы не берусь друзьям и даже пробовать сосчитать сколько тысяч людей были его слушатели но спрос по сей день ну употреблю такое слово катастрофически превышает предложение сотни писем ежедневно не только с благодарностями от слушателей взявших свою судьбу в свои руки но и с требованиями все новых и новых моих визитов в регионы проживания авторов этих писем вот согласитесь бесконечно только и посещать все города наши державы с лекциями я не в состоянии да и другие значимые и для меня и для наших людей проекты требуют от меня своего внимания внимание пристального поэтому друзьям и совсем недавно мы учредили до академию виталия сундакова и теперь первый и базовый онлайн курс академии инструкция по эксплуатации судьбы стал доступен для всех желающих независимо от места их проживания и времени конечно же которые они готовы посвятить самостоятельному строительству своей уникальной судьбы также различные практические занятия курсы экспедиционные проекты что называется живьем мы начнем осуществлять ну если позволит нам это делать мир то уже со следующего года и в славянском кремле и на нашей живописной базе алтайского экспедиционного тренингового центра но в академии конечно же как это было и в школе выживания различные курсы и направления будут осуществлять и реализовывать для вас помимо меня замечательные преподаватели мастера лектора инструктора которых я лично друзья мои тщательно выбираю и вовлекаю их под эту значимую затею так например уже совсем скоро можно сказать на днях у нас состоится например волшебный женский тренинг снимаем мы уже для вас и курсы от известных мастеров членов научного совета в нашей академии планируем на предстоящий год совместные путешествия в африку точно в латинскую америку точно и на ближний восток так что друзья следите за информацией на всех наших да и моих личных ресурсов ну вот как-то так без многочисленных подробностей которые при желании при желании вы легко и может самостоятельно обнаружить в сетях или на страницах десятка моих разно жанровых книг я ответил вам на ваш вопрос вот а что это за курс как и откуда он наполнялся своим содержанием посему и засим позвольте друзей откланяться до скорых встреч с теми кто решит продолжить наше последующее общение и с благодарностью за интересы уделенное время ко всем без исключения ваш виталий владимирович сундаков а и Продолжение следует...